Восьмой десяток Ты все чаще и чаще начинаешь вспоминать свою молодость А друзья у тебя, как ни странно, становятся все моложе Юность тянется к мудрости старости А старость видит свое будущее в делах молодежи Вот и недавно собрались в моем доме молодые друзья мои И один юноша спросил меня Скажите, Заман Ата, как вы стали поэтом? Как я стал поэтом? На этот вопрос не ответишь одним словом У нас в Туркмении поэт это всегда певец, импровизатор А певцов рождает время, эпоха Поэтом меня сделала революция Потому и начал я свой рассказ С далекого и славного 1918 года Я вспоминаю далекие дни своей юности Я вспоминаю о самом прекрасном событии моей долгой жизни О встрече с великим Лениным Произошло это в тяжелый год В результате антисоветского мятежа Поднятого эсерами по указке и прямой помощи Английской военной миссии в Мишхеде 12 июля 1918 года Советская власть временно пала В Ашхабаде и Кызыл-Арваде Для управления за Каспийской областью Интервенты создали марионеточное правительство Временный исполнительный комитет Во главе с правом эсером Фунтиковым Эсеры и меньшевики требовали отторжения Туркмении от России Они направили послов к эмиру Они сговаривались с англичанами о прямой интервенции В это трудное время Чарджоужские большевики Решили направить ходоков к Ленину Мне вместе с моим другом Ларсы Выпало счастье побывать в Кремле У Владимира Ильича Ленин сказал нам тогда Смотрите, вот карта А вот самая южная точка Туркменистана Кушка А вот ваш Чарджоу Ключ к Мударинскому мосту Сейчас только в этих двух крепостях Живет советская власть Отдать пушку Это значит открыть ворота в Среднюю Азию интервентом Передайте своим товарищам Сказал Владимир Ильич Чтобы не падали духом Во что бы то ни стало нужно нам удержать И Чарджоу, и пушку А помощь вам Мы уже организовали Не так это было просто Удержать кушку Но мы держались Ждали помощи Ленина Ведь он сказал нам, что у большевиков Дело со словом никогда не расходится А потом пришлось мне ехать В числе трех товарищей в Ашхабад На переговоры с Фунтиковым А Фунтиков этот Двоих моих товарищей Как заложников в Зиндану прятал А меня как переводчика При себе оставил Несколько дней я был вынужден Служить Фунтикову Свой рассказ о героической кушке Я начну с вагона ресторана Специального поезда В котором полковник Зыков Отправлялся из Ашхабада в кушку Для переговоров Они сидели за столиком Фунтиков Премьер нового Ашхабадского правительства И полковник Зыков Толстый, лысый, самоверенный господин За навеску закрыть, что ли? Вот так она лучше Ты обратил внимание, полковник? На тон Именно на тон Каким англичанин сообщил нам о том Что оружие, которое они послали для нас Задерживается в пути Еще бы На это оружие теперь рассчитывать не приходится Нам нужно взять Кушкинскую крепость Там наше оружие Арсенал Кушки наше спасение Взять? Не так просто Легко сказать взять Вы же знаете, ни уговора, ни угроза Ни к чему нас пока не привели Сильным кулаком и шерстяной кол Землю вогнать можно В этот момент я подошел к их столику В чем дело? Я вам чай холодный принес Хорошо Оставьте Пейте на здоровье Вкусный напиток Я не спеша поставил кувшин на стол и вышел Но мне было смешно Они говорили при мне о самом сокровенном И не боялись меня И оружия у нас мало И людей не хватает Хуже всего то, что Большинство туркмен Против англичан Если нас не поддержат туркмены С каких это пор волки стали бояться овец? Это стадо баранов А этот английский капитан не дурак Он советовал натравить Туркменские племена друг на друга Дескать, пусть ханы перегрызутся А мы станем посредниками Хитер гудвай Англичанин прав Большевики, как саранча Повсюду оставляют личинки Если большевики овладеют Туркестаном Эпидемия распространится На Афганистан, на Иран, на Индию Это и нам, и англичанам Яснее ясного Понятно, что не из жалости Англичане предлагают нам свои услуги Товарищ Хунтиков Какая-то дама вас спрашивает В салон ревется Дама? Дама? Аймамен, господин премьер О, Мэри! Прошусь! Чуть не опоздала Портниха не успела трешить пуговицы Решите представить Мадам Шульц Мэри, какой сюрприз Мерси, Федор Андреевич А что, милая Мэри, мой друг Доблестный муж ваш С большевиками заодно? Я не знаю Я человек искусства Браво, красавица Кушки Где мое купе? А, сию минуточку Капитан Давич Я здесь Проводите, мадам Прошу вас Пожалуйста, прошу вас Что там еще? Кешские дыхания Переругались из-за поливной воды Ломятся к вам, товарищ Хунтиков Как они узнали, что я здесь? Я им сказал, что вас нет Но они не поверили Вы, говорят, пролетку председателя видели Всех вы проводите Всех, всех, всех Пусть завтра в комитет придут Слушаюсь На нет и сюда нет Где я не делаю этого человека? Да переводчик какой-то Ну, расходитесь Сюда сходитесь Кому я Полковник Рахман Язухану передайте Пора начинать Чума какая-то появилась Под именем Ларсы Замешкается хан Этот Ларсы его Проглотить может Ларсы не из темных туркмен Количество его джигитов Уже достигло двух сотен Понятно, господин премьер Недолго осталось Горцовать этому Ларсы Если кушкинцы не сдадутся Господин премьер Пусть этот вопрос Решат наши пушки Все в свое время Полковник В свое время Ну, с Богом Поезжайте в кушку И помните Что от вашей неси Я надеюсь на вас Все будет исполнено Господин премьер Я надеюсь на вас Субтитры создавал DimaTorzok Я хорошо помню расширенные заседания Кушкинского совета. Происходило это в депо. Чтобы получить большинство голосов, большевики пригласили на этот митинг не только всех жителей солдат крепости, но и крестьян двух близлежащих поселков. Кого только здесь не было. Ребятишки, женщины, офицеры. На одной из стен красные буквы, рабочие и дайкани, братья. За столом, покрытым красным сатином, президиум, председательствует фон Шульц, инженер гарнизона. Тише! Тише! Соблюдайте революционную тишину! Тише! Тише, люди! Тише! Ну что вы горланите? Мы вопрос революции решить должны. Мы с вами признаем новое правительство Ашхабада? Мы с вами выполним требования этого правительства или нет? Нет! Признаем! Порошок его! Бежонного Бог бережет! Лиса! Лиса! Время выиграть хочет! Птицу, в которую он целится, мы уже ощипали! А мы не ощипали! Слово имеет представитель исполнительного комитета нового закаспийского Ашхабадского правительства. Кто это? Полковник Зыков из Ашхабада. Кто? Граждане, рабочие, солдаты, крестьяне сражались, проливали свою кровь, а власть загребли в свои руки свора насильников, называющих себя большевистскими комиссарами. А что, большевики с луны, что ли, свалились? Новое демократическое правительство Ашхабада, свободное правительство, оно борется не против советов, а против большевиков, против большевиков, которые продали Россию немцам. Советы без большевиков все равно, что печь без угля! Кто это? Маргунов, гарнижонный механик. Сейчас не время показывать свое остроумие, граждане. Мы боремся за создание независимости, за создание вольного Туркестана. Во имя свободы, во имя демократии предлагаю вам передать арсенал крепости нашей славной и героической армии. Поскольку я представляю новое революционное правительство за Каспия... Слушай-ка, отцов, слушай, одну минуту, у меня вопрос к тебе. Я не эсэр, не есэр, есэр по-нашему, значит, шустрый. Я простой машинист. Если твое правительство справедливое, скажи, за что брата моего арестовали, да? Кто прав его? Из Сарионтели, народный комиссар за Каспийской областью, известный большевик. Вопрос с арестом вашего брата пока нам не ясен. Ага, вы слышали, люди, да? Опять не ясен. Им все не ясно. Оказывается, этот вопрос тоже не ясен. Что такое тюрьма? Рай или ад? Этот вопрос господам нашим тоже не ясен. Даже не солдаты. Офицеры, почтенная публика, не губите себя, не поддавайтесь уловкам сумасбродов, не пролейте невинной крови. Можно, скажу я, мой повелитель парламентер. У нас говорят, если ты сказал раз, я поверил. Если ты второй раз говоришь, я задумаюсь. А когда ты третий раз мне об этом толкуешь, я начинаю понимать, что ты уржешь. А, молодцы, мой голубер! Просто! Полагал, это заседание! Кончай говорильню! Теперь кто хочет говорить, пожалуйста, у нас полная демократия. Я говорить буду! Прошу. Вот тут господин Зыков заявил, что большевики, мол, оскверняют мечети, расстреливают мусульмана. Как же это так? Я мусульманин. И все это знают, что я большевик. И мать моя верующая мусульманка. Это тоже все знают. Так что ж выходит, что я сам себя должен казнить и мать свою застрелить должен? Не горюй, щенок! Мы тебе еще объясним это. Ты, баяга, капитан Дабич, хвостом не верти. Товарищ, фунтиков от нас оружие не получит. Это как день, ясно. Тебе жизнь или нож нужен? Нож, капитан Дабич. Тихо, тихо! Тише, тише! Настала пора выбрать одно из двух. Или вы поддерживаете правительство и передаете нам арсенал, или... Или революционное правительство эсера Фунтикова приведет армию для того, чтобы истребить всех нас. Не так ли, господин полковник? Только так. Парламентер прав. Настала пора сделать выбор. Но вы опоздали, господин Зыков. Мы свой выбор уже сделали. К свободе двух дорог нет. Единственную дорогу к свободе нам указали большевики. Здесь сейчас решается судьба не только Кушки. Решается судьба Туркменистана. Сдела толкует. Как сказать, как сказать. Давай, давай, рубани, Гриша. Исход сражения решает оружие. А это оружие у нас, господин полковник. Это оружие в руках кушкинских рабочих и крестьян. В руках наших солдат. Не зарьтесь на крепость. Ржавой гильзы и тот нас не получите. Вы, офицеры, мы клятву свою не нарушим. Заставим, господин капитан Дабич. Вы угрожаете, господин Зыков, что уморете нас голодом. Осадой нам угрожаете. Этому мы верим. Но мы у вас пощады просить не станем. Лучше погибнем от голода, но арсенал не откроем. Кушка, советская крепость. Мы не позволим почернеть красному знамени. Лучше превратить крепость в пепел и погибнуть самим. Я с тобой геноцвали. Не нужно нам ни правительство Фунтикова, ни его распрекрасные слова. Тихо! 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 Сам генерал идет. Тихо! Тихо! Генерал, генерал! А мы знаем, кому он служит. А ну разадись, пожалуйста, разадись, братуси, братуси, братуси. Сюда, пожалуйста, пожалуйста, генерал-хозяин. Сюда, пожалуйста, генерал-хозяин. А мировой пролетариат генералом не верит. Я России служил. И если надо, готов еще послужить России. Правильно, ваше превосходительство. Как вы расцениваете, Александр Павлович, предложение ашхабадского правительства? Я человек военный. С политикой я не владу. Но поскольку я депутат-советер, я обязан доложить свою точку зрения. Разумеется, ваше превосходительство. Рыбам море, птицам воздух. Человеку отчизна. У меня нет двух сердец. И родин двух у меня быть не может. Вот почему я не могу поддерживать правительство, раболепствующее перед чужеземцами. Англичан я хорошо знаю. Генерал, что вы говорите? Как вас понять? Я все сказал. Сюда, пожалуйста, генерал-хозяин. Сюда, пожалуйста, сюда. Генерал изволил нам в глаза пыль пускать. Граждане, граждане, позднее раскаяние вас не спасет. И вот тут случилось то, что решила остальной ход событий. Вбежала девушка Маша. Вбежала и звонко крикнула. Гриша! Гриша! Моркунов! Телеграмма от Ленина! Телеграмма от Ленина! Только что из Ташкента по радио. Давай, читай. Давай, читай. Что там? Читай. Читай. Читай всем, Гриша. Читай, Моркунов. Ташкент. Председателю Совета Народных Комиссаров Туркестанской Республики. Принимаем все возможные меры, чтобы помочь вам. Посылаем полк. Не предавайтесь отчаянию. Председатель Совнаркома Ленин. 17 июля 1918 года. Да здравствует Ленин! Да здравствует Ленин! Давай, проклятим запременный. Весь мир... Подумайтесь, граждане! Граждане, тихо! Позднее раскаяние вас не спасет! Иди ты к черту! Жаль, что парламентеров трогать нельзя, а то я бы тебе контрат! Да здравствует Красная Пушка! Но мы разрушим до основания, а затем Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний И мечтительный бой Синкернациональный КОНЕЦ 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 Наступили тяжелые дни. Захватив власть на огромной территории От Ташхабада до Красноводска, эсэро-белогвардейские мятежники Предприняли поход против Ташкента. По всему Туркестану Началась расправа над советскими гражданами. 22 июля 1918 года Между станциями Анау и Геурс Были расстреляны 9 ашхабадских комиссаров И командиров Красной Армии. Тысячи рабочих и крестьян Стали жертвами контрреволюции. Среди этого Мутного, бушующего Белогвардейского моря Кушка стояла, Как маленький неприступный островок, Сильный не столько своими пушками, Сколько неизгибаемой волей горстки большевиков, Сплотивших вокруг себя Все лучшее, что было среди населения И гарнизона крепости. В крепости Тревожная и напряженная тишина, Среднеазиатское полуденное солнце Безжалостно, кажется, все вымерло На фоне гор и безоблачного неба Лишь силуэты часовых. И я в штабе обороны Дежурю у телефона. На стене лозунг Свобода или смерть? Решительными мы тогда были Вот тогда я и сочинил Свои первые, самые первые строчки У крепостной стены Врага мы удержали Мы в смертный бой Последний бой идем Свобода или смерть Мы клятву дали Если нужно, как один умрем Слушал? Я Заман Заман, говорю, Заман Что? Как? Ай, не шути, Зайцев Как это род, мастер Дабич Хотел утащить паровоз Что ты? Паровозы на разъезде валяются, что ли? Ай, не морочь голову Усильте охрану Седлайте же, друзья, коней своей отваги Мы живы, значит, в смертном будет враг Огнем побед тылают наши плаги В глазах врага отчаяния и страх А где командир? Командир? Фуан Шульц Ищи ветра в поле, комиссар Нам бронепоезд необходим А в депо рабочих не хватает До сих пор отремонтировать не могут Слыхал, полковник Зыков Уже двинулся на моры Он в пятеро сильнее нас И Нукер и Рахменияс хана с ним тоже А ларсы Не успеют? Неужели ларсы не успеют помочь нам? Наш ларсы, ты его не знаешь Он с заднего колеса к богу за пазуху залезть может Да только крепость уже в кольце Дай закурить лучше Куда же это фон Шульц задевался? У нас говорят Змея на шкуру меняет А нрав у нее все равно Змеи нам остается Не верю я ему, комиссар Почему? Почему, почему Классовая кровь у него другая У них у всех мозги буржуйские А вот ты почему-то веришь? Ах, заман, палки нет, кулаком бить нужно Нам командир нужен Командир, знающий военное дело А Шульц инженер крепости Он один знает всю систему обороны крепости А мы с тобой тоже знаем Отлично знаем, что не мясо, не рыба Шульц Знаю, знаю А что делать, если своих командиров у нас пока еще нет? Не верь, контре, комиссар А кому верить? Не все же офицеры, в конце концов, подлецы Господа, в Софдеп передали ультиматум Отдзикова Угрожает Если завтра к полудню не откроем ворота Он превратит нас в пепел А вы что ответили, товарищ командир? Мы ответили Что мы можем ответить? По-моему, их надо опередить Если мы этой ночью предпримем неожиданное наступление Какое наступление? Зачем? Да, 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 наступление Ой, ай-яй-яй Ай-яй-яй, опять схватил Кто? Ай, радикулит, будь он проклят Ах ты Да, слушаю Ну да, это я Что? Куда? Сапотажники Офицеры оставили батарею По кабакам распрялись Ну я им Вот тебе и командир Я ведь говорю тебе, комиссар Сколько волка не кормен, все в лес смотрит Терпи, казак, атаманом будешь Стой, берег Стой, стрелять буду Стой Стой Слушай, друг, пусти, пожалуйста Нам комиссар нужен, понимаешь? Комиссар нужен мне Велопейс хороший Он работает Датхуда? Мой повелищик Комиссар Вот еще Добровольцы Еще Крестьянский взвод Ты не смотри Не смотри, что такая молодая Не смотри Она отчаянный, ребят Мои друзья Мои друзья Мои друзья Друзья советов Вот это дело Молодец, Датхуда Здравствуйте, братцы Здравствуйте Датхуда, Датхуда, Брадар Молочина Присоедините их к Рочи Цыпезова Правильно Правильно, комиссар, мой повелитель Правильно Отряд Смирно Шага Маш Ля-ту-си Ля-ту-си Маша Тебе чего Сестра наша милосердная Товарищ Моргунов Товарищ Моргунов Три верблюда с мукой Направленные к нам ларсы Ограблены в ущелье Нукера Механа Ах ты, черт А про Вианту У нас кот наплакал И купцы все попрятались, гады Надо очистить амбары этих купцов Правильно, комиссар Правильно Алло Алло Алло, это ты? Ты, Зайцев? Вот что, Зайцев Немедленно взять под стражу Все купеческие склады На рыночной площади Немедленно Да-да, шуруйте Шуруйте, говорю Ах, заман Куда ж разбежались офицеры-пушкари Черт же Стрелять буду Комиссар здесь Здесь Маня комиссару нельзя Что значит нельзя? Ах, может, даже Шуруйте Я помню, как появился у нас в штабе Этот молодой энергичный дидар На голове цветейка в белой рубашке На ногах чепики А подошвы привязаны веревками За ним в красном халате Опоясанном шелковым кушаком В надвинутом на лоб Магнатом телепике В сапогах Робкой какой-то стеснительный парень Ну что там еще? А вот к вам, товарищ комиссар Ну так впусти Спасите, братья Кто вы? Я пастух Джунабай Зовут дидаром Убежали, Бай, а мы А как в крепость попали? Через западный ход А кто вот этот товарищ? Это Это Имя-то ее настоящее Карагыс Как? Но я зову Неженкой Карагыс Так это что, девушка что ли, дидар, а? Может быть Дидар вдруг сорвал мохнатый телепик друга И черные волосы девушки упали на плечи Рассыпались по спине А девушка схватилась за голову Закрыла глаза И ей было стыдно Какая девушка Ну что ж Устройте гостей Я бы хотел Оружие Я к себе домой ее отведу, товарищ комиссар И Карагыс маме моей не даст скучать Ой, нет Нет, господин мой Не разлучайте меня с дидаром Пожалуйста Схватили у самого арсенала, подлюка Кто такой? Я раб Аллах Ну что ты раб? Это мы без себя знаем Кто ты? Имя твое? Аллах у меня У него тоже Обыскать? Мы его обыскали Ощупали гада Но сначала ничего не нашли И вдруг в кушаке Маленький кусочек чурека Я разломил чурек И в нем бумажка В трубочку свернутая И я ему сказал тогда Не плюй вверх Сам в себя попадешь А ну-ка Дай сюда эту бумажку Это 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 из тех Которых Как гадюк давить нужно Ротмистр Дабич Предложение ваше Поддерживаю Выступайте из крепости Засада будет У Гребенчуковой Рощи Засада? Полковник Зыков Ах ты Подлец Дабич Ух ты Шпион Божий Так вот Как у Малаху Ты служишь Убедите А ну пошли Идем Вот что задумали гады Телия Да Разыщи этого подлеца Ротмистр Дабича Так И арестуй его Только тихо Чтобы никакого шума Есть к отцу Есть А ты заман Тебе задание Потруднее Надо Надо посматривать И за фон Шульцем Ох Чует Мое сердце Я помню Как жил генерал Вастросавлено В эти дни В Кушке Нам это было Необходимо И мы хорошо Зачем Уже знали все Что происходит В доме бывшего генерала В этот день Ведом ветхим Лег на плечи Страх в ночной тиши Задрожали робко свечи Задрожали робко свечи В уголках души Кто ты близкий мне до боли Там среди теней Бога просит Бога молит Бога просит Бога молит О душе моей Кто-то там Но кто-то рядом Как беззвучный крик На него Холодным взглядом На него Холодным взглядом Смотрит Божий лик Смотрит Божий лик Ничего не видел строже Я, чем этот взгляд Боже мой, родимый Боже Боже мой, родимый Боже В чем я виноват Браво, браво Какой прелестный романс В музыке моя жизнь А эти Они уничтожат все И нас уничтожат Разве им понять Чем дышит душа Благородного человека Вам не хочется в Петроград? Но я привыкла уже Мне здесь хорошо Все это как сон Как далекий сон Хочется плакать Так отчего, Мэри? Вы к англичанам собираетесь А не в Петроград Рвётесь Англичане Это временно Как только очистят Петроград Вы Верите? Да И полковник мой верит Не думаю, чтобы не верил в это Ваш генерал В Ашхабаде Власть опять наша Далековато, кажется, милая Петроград от Ашхабада А ротмистер Дабич говорит Освобождение России начнётся Может быть, даже с Туркестана О, Мэри Вы, оказывается, и в политике разбираетесь Вера Петровна Меня очень просили предупредить вас Офицеры крепости на ногах И вас ждёт английское командование Кто сказал? Дабич Если вовремя уйдём, то минуем беду Большевики крепости, кажется, сговорились вчера вечером О том, чтобы казнить генерала и вас Мой полковник сам слышал Бежать Бежать сегодня же Сейчас же бежать надо Вера Петровна Так будет вернее Я, пожалуй, пойду, графиня Обдумайте хорошенько, чтобы потом не раскаиваться Офидер Зейн Спасибо До свидания, Машери Здравствуйте и до свидания, мой генерал Честь имею Честь имею Что эта стрекоза тут делала? Офицеры крепости Собираются перебираться к англичанам Скажи, стрекача дают Нет Нет ли холодного молока, Петровна Сию минуту, милый Сию минуту Сейчас принесём, госпожа Ну, вот и всё Ключи от погребов арсенала я передал совету Теперь человек я вольный Вот, пожалуйста, молоко, госпожа Пей Пей, милый Спасибо Да Генерал Без армии Сам себе голова Вот и мэри говорит Все офицеры переезжать собираются к англичанам Ишь ты И нашла же, что говорить Переезжать к англичанам Можно? О, входите, входите, Георгий Эдуардович Здравия желаю, господин генерал Александр Павлович Совершенно секретно Арнавес, пойдём Вам пакет от премьер-министра Фунтикова Английские войска перешли границу в районе Арнавеса Двинулись на море Ишь ты Вон как Он, видите ли, назначает меня Главнокомандующим Нет, господин Фунтиков Покорно благодарю за столь великую честь Во имя чего и против кого должен я воевать Скажите мне, полковник Нет, господин Фунтиков Такая честь к лицу Зыковым и им подобным Как вы расцениваете эту наглость, полковник? Александр Павлович, я не в счёт Я человек нейтральный Как же это так? Как же начальник военной секции Совдепа и теперь командир обороны крепости может быть нейтральным? Александр Павлович, я ни в какой партии не состою В совет избрали, я не возражал Командиром артиллерии просили быть, я согласился Но я не сторонник ни той, ни другой стороны Я инженер Просили, согласился А что, разве у инженера нет родины? Нет совести? Вы на меня не обижайтесь, полковник Хотя вы и немец, но выросли на русской земле Русским хлебом с солью Простите меня, Александр Павлович Родину я люблю не меньше, чем кто-либо Не забывайте Враг туркменов – это враг России Наш враг Мы не можем их бросить в беде Нет, я Я Остаюсь в крепости Вот так-то, полковник С большевиками? Нет, Георгий Эдуардович Вам хорошо известно Я тоже, как и вы, ни в одной партии не состою Ни меньшевик, ни большевик И даже не демократ Я сын земли русской Кстати, полковник Вы обитаете среди большевиков Откройте мне одну тайну Как это они, всего полдюжины большевиков этих Смогли увлечь за собой почти всю крепость? А да, это, конечно, удивительно, господин генерал Но им не удержать крепость Вы Я вам не глина, милейший полковник Петровна, Петровна Я могу быть свободным, Александр Павлович Несколько лет вместе укрепляли мы эту крепость, полковник А сегодня в разные стороны Вольному воля От судьбы не уйдешь Честь имею Ай-яй-яй-яй-яй, какой сердитый И ты здесь, Ароновес Слышал? Господин Фунтиков Назначает меня главнокомандующим А что, генерал-хозяин А англичане В кушку придут? Если пропустят Придут мой садовод Петровна, пошли побродим по Батхузу Александр Павлович Александр Павлович Большевики крепости сговорились вчера о том, чтобы казнить генерала вместе с женой Мэри сама слышала Ай-яй-яй-яй, Петровна, Петровна Ароновес Я готов, генерал-хозяин Я никак в толк не возьму, хозяин Прямо как в поговорке И бегущие, и догоняющие Оба призывают Аллаха Кто слова не проронит И всяк от имени народа Ради народа Вот поди и разберись Где золото, а где медь Время рассудит, время Сам же ты говоришь, что сила дерева в корнях А человека в народе Он фон Шульца возьми Ишь, как рассуждать смеет Я не на той и не на другой стороне А я эту крепость своими руками строил Если вдруг кушка падет Мне к зеркалу подойти в собственные глаза Глянуть стыдно будет Этой же ночью И рот мистер Дабич И фон Шульц И Мери И еще несколько офицеров Бежали из крепости Унеся неприятелю Все военные секреты обороны Кушка оказалась Обнаженной Перед глазами неприятеля И мы бы погибли Если бы к нам в крепость Не прорвался отряд ларцы О, это был настоящий народный герой Туркмении Ларцы О нем ходили легенды Это был магнит Для простых туркменских сердец Не один день И не два Обороняли мы крепость Она была за нашей спиной Там далеко между горами Красовались ее высокие стены А сбоку проходило полотно железной дороги Оно впадало прямо в оранжевые ворота Кушки Перед воротами Проволочное заграждение На правой стороне был полевой штаб обороны И окопы, окопы Я, как всегда, рядом с Моргуновым Моим комиссаром Ну что там, депо? Сейчас, комиссар Товарищ комиссар, получай депо 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 Не отвечаю, товарищ комиссар А ну, дай я попробую Депо 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 О, депо О, есть депо Товарищ комиссар Товарищ комиссар, получай депо Депо Каранда С бронепоездом закончили? Да? Хорошо Значит, ровно через полчаса Через полчаса, говорю Депо 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 Расстреляли Расстреляли комиссара Полторацкого Депо 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 orb и командир Маргунов, товарищ. В такой момент. Если клинок короткий, надо вперёд шагать. Длинней будет. Молодец, да откуда? А ну, смотрите. Смотрите. Вон кто-то скачет. Кто здесь? Кто есть здесь? Не стрелять, не стрелять. Смотрите, смотрите. Рубашка-то вся в крови. На лошади еле сидит. А ну, лови коня. Держи коня, говорю. Откуда? Не сюда. Сюда, кшелотно. Тень, тень. Воды. Откуда? Воды. Осторожно. Голову подержите. Вот так осторожно. Моя умираль. Скачи. Скорее скачи. Успеет. Кто ты? Куда нам надо успеть? Янукер хана забежал. Они стреляли. Гонолист со мной. Пятьдесят всадник хана пробирался по западным долинам. По западным долинам. Убил вашей, убил вашей дозорной. Но он уже близко к западным воротам. Разрешите я. Разрешите мне, товарищ комиссар. Нет, пусть лучше заман пойдет. Он эти места хорошо знает. Есть, готов? Жми, брат, да побыстрее. Ясно. Давай, заман. Эскатрон. Эскатрон. Поконим. Быстро. Успеют или не успеют перехватить? Надо было их пулеметом поддержать. Кто такой? Что это? Что это? Наш генерал из крепости в пролетки едет. При всех царских регалиях. Господин генерал. Господа. Простите. Товарищ комиссар. Я остался сегодня один у себя во дворе, как сова на развалинах. Лучше со всеми вместе быть нищим, чем одному мудрецом, так, кажется, говорят у вас. Так вот, если вы, если вы мне доверяете... Если доверим? Да. Если доверите, я могу взять командование на себя. Вот уж не ожидал. Смотри, пожалуйста, какой правильный старик оказался. Генерал, мой повелитель. Александр Павлович, дорогой Александр Павлович, товарищ ты, командир наш. Ну, будет, будет. Действуйте, Александр Павлович. Прежде всего, приказываю вернуть эскадрон Замана. Иначе всех перебьют в ущелье. Отходу! Выполняй приказ! Слуги, мой комиссар! Да! Да! Комиссар! Комиссар! Товарищ комиссар! Тебя депо вызывай! Слушаю! Так! 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 Понял! Товарищи из Ташкента сообщают! Полк, посланный товарищем Лениным из Москвы, прибыл в Ташкент! Ура! 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 Ну, теперь нам сам черт не страшен, Александр Павлович! Ура! 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 Уже прошло более месяца. Более месяца, как осаждена крепость. Изнуренные боями, жарой, голодом, оборонцы расположились отдельными группами в ожидании очередного артиллерийского обстрела врага. Маша меняет мне повязку, а я рассказываю, как было. А мы увлеклись и попали в ловушку. Чудом спаслись. В узкой долине погнались за ними. Вскачут, а мы ясно за ними. А потом они вдруг развернулись. И тогда мы увидели, что попали в капка и впереди и сзади, как в склепе, скалы кругом. Ох, как нас, как кашму трясли! Ну, и мы их уложили порядком. Офицер-то упустили? Кому, подлецу, удалось скрыться? Ротмастер Дабич, ты помнишь, который самый первый из крепости драпанул? А, это тот, который вместе с фон Шульцем стрякача дал? Ну да, вот он у них теперь командир вроде. Товарищ комиссар, товарищ комиссар, к вам женщины идут. Попросите их сюда, я сам с ними поговорю. Проходите, уважаемые. Подходите, пожалуйста. Подходите, подходите. Уважаемые матери, сёстры мои, иссякли последние запасы пищи. Если вы не хотите погибнуть от голода, вы должны покинуть крепость. Вам нужно уйти в посёлок. Ночью под охраной мы вас проводим. Нет, 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 я никуда не уйду. От сына своего я никуда не уйду. Мы потерпим, товарищ комиссар. А дети, дети не выживут. Всё равно от Зыкова пощады не будет. Да, да, уж лучше здесь. Товарищ комиссар, разрешите, товарищ комиссар, я с пятью бойцами пробьюсь в имении Джумабая. Одно из двух или хлеб, или смерть. Побереги себя, родимый мальчик. Разрешите, товарищ комиссар. Подожди, подожди, подожди. Ну, чего ждать, товарищ комиссар? Что это? Смотри, комиссар. Что это за груз у вас, ларсы? Генерал-командир, мы, значит, откуда пошли на разведку, как вы велели. А на брелина обащить Джумабай. Отсюда километров пять будет. Дыни, арбузы. Вот они. Смотрите, смотрите, какие посядки. Кукуруза, кукурузочка. Три лошади нагрузили. А часовой? Комиссар, мой повелитель, мы его душу, мы его душу в рай цветочки забирать отпустили. Ну что ж, уважаемые женщины, идите варите кукурузу. А ты не только ребятишка. Дай бог здоровья тебе, ларсы. Вот спасибо, господин ты, Маша. Маша, Машенька, поди-ка сюда. Пойди сюда, родная моя Машенька, да хранит тебя, Мах. Вот у меня лепешка есть последняя. Пока кукурузу варят, подели ее на всех, пусть люди подкрепятся. Маша, родная моя Машенька. Спасибо вам. Ну пойдем. Спасибо. Пойдем. Доброй души. Пойдем. Надо Бахчу штурмовать, товарищ комиссар. Как вы считаете, Александр Павлович, кто пойдет? Человек 20-25 хватит. Одним эскадроном управлюсь. Ну разрешите мне еще раз, генерал-командир. Я же теперь дорогу знаю. Тогда готовьтесь, ларсы. Слушаюсь. Саммей и Брам Покуваев. Не трудяйся наши, ага. Ищите на армию. Слушай, а куда это они собрались? За дынями, милок. За какими дынями? С ума сошли, что ли? Зачем дыни? Кто нам мало своих дынь? Свои уже кончились. Ох, и печет нынче. Что это контр нас со вчерашнего дня прекратил снарядами тешить? Молчит, сволочь. Эх, ну ладно. Слушай, Джигир, откуда у него такая охота петь сейчас? Что? Пока тебе растолкуешь, четыре раза можно в Мекку сходить. Я говорю, в желудке у него собаки воют. А он поет. А, поет. Ай, молодец, Лобонос. Сколько лет прошло, Я в первый раз прочитал вслух мои стихи. Враги еще не добитый. Девизь наш свобода. Седлайте коней, джигиты, Ради родины и народа. Молодец, милок. Молодец, Заман Джан. И все сам сочинил? Бродары, бродары, идите сюда. Послушайте, что он говорит. Идите скорее. Скорее. Ну, Заман, давай. Крепость мы не сдадим. Клинки наши в руки влиты. Товарищи, мы победим. Седлайте коней, джигиты. Ты слышал, да? Вот это да. Ай, как красиво. И все сам сочинил. Сам? Да. Слушай, Геннацваль, из тебя со временем Пушкин получится, да? Молодец, Заман. Молодец, молодец. Эй, пропусти его. Это Джарад, племянник мой. Пропусти часовой. Откуда ты? Ты где пропадал, Джарад? В море. В море ходил. В море? Да, к своему брату. Он адъютант хана. Так. Дядь Заман, он ничего не заметил. Я плакал, просил у него денег, что дома плохо. Мать больна. Тогда он меня повел в Чайхана. Дядь Заман. А в Чайхана я слышал, что хан уговаривает Зыкова удрать Сарахасу. Товарищ комиссар. Да. Идите-ка сюда, послушайте, что Малер говорит. А хан готовит свою конницу в обход через Мургаб. Понятно? Александр Павлович, подожди, парень. Александр Павлович, идите сюда. Что случилось, комиссар? Рассказывай. Денька. Я домой не пошел. Долго бродил по базару. Все искал. Ну, где же Зыков? И увидел его офицеров. Они все спрятались от жары в вагонах. И Зыкова увидел. Он кричал в черную трубку, звал Ашхабад, просил бронепоезд. Так. Как звать-то тебя? Джора. Молодец. Молодец. Разведчик, герой. А ты точно слышал бронепоезд? Бронепоезд? Да. Теперь понимаешь, комиссар, почему со вчерашнего вечера перестали они обстреливать крепость. Бронепоезда ждут. Как же теперь? Александр Павлович. Собрать ко мне всех командиров. Есть. Родор генерал, вылазка сорвалась. Мы с трудом пробелись крепость. Их бронепоезд подходит к крепости. Бронепоезд подходит. Слушать мою команду. Всем командирам рот занять исходные позиции. Всем исход за мной. Их бронепоезд подходит к крепости. По окопам. Связной? Связной. Связной ко мне. Есть. Связной. Передать командиру крепостной батареи. Держать под прицелом железнодорожное полотно. Огонь по моей команде. Есть. Ларси. Приготовь своих джигидов к атаке. Слушаюсь. Ларси. Подожди. Другие слова. Актиган. Ларси. Слушаю. Заман. Заман слушает. Радиограмма. Мистер Джоу. Сейчас, сейчас. Одну минуточку. Товарищ комиссар. Да. Радиограмма из Черджоу. Слушаю. Так. Давай диктуй. Заман записывай. Есть. Полк. Полк из Черджоу. Полк из Черджоу. Так. Идет к вам на выручку. Идет на выручку. Наши перешли. Наши перешли в наступление по всему фронту. Наши перешли в наступление по всему фронту. Арсенал оборонять насмерть. Так. Правильно. Так. Из Москвы к вам на помощь спешит товарищ Фрунзе. Ура, товарищи. Звездой. Передайте всем командирам рот. Есть. Ура, геноцвали. Ура. Наши наступают. Александр Павлович. Александр Павлович. Читайте. Так. 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 Ну, слава богу. Эй. Кто там? Генерал. Подожди. Подожди, не стреляй. Это, кажется, ротмистр Дабич. Что ему нужно? Что ты мне надо, собакам? Генерал, вы меня слышите? Последний раз, генерал, переходите на нашу сторону. Последний раз предупреждаю ваше превосходительство. В противном случае нет. В противном случае нет. Замана, дорогой мой, остаток моей жизни принадлежит тебе. Скажи мне, Заман, ты на самом деле в Кремле был. Ты видел Ленина? Правда, мой поверитель, правда? Он никогда не лжёт. А что он тебе сказал, Заман? Что он сказал? А он сказал, что у большевиков слово с делом никогда не расходится. Их бронепоезд подходит к левости. Слушать твою команду. Командирам по местам в бою готов. По бронепоезду огонь! 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 Командирам по местам в бою готова. Командирам по местам в бою готова. Что такое? Слышите? Откуда бьют? Смотрите, смотрите. Снаряды рвутся в окопах наших врагов. Вон, видите? Да это Фрунзе идёт. Это Москва! У крепостной стены врага мы удержали. Мы в смертный бой, последний бой идём. Свобода или смерть мы клятву дали. И если нужно, как один умрём. Светлайте же, друзья, коней своей отваги. Мы живы, значит, смертным будет враг. Огнём побед пылают наши флаги. В глазах врага отчаянья и страх. Как я стал поэтом? На этот вопрос не ответишь одним словом. У нас в Туркмении поэт это всегда певец, импровизатор. Меня поэтом сделала революция. Всё, что могли, тебе мы всё отдали, отчизна. Помни о сынах своих. Ещё взойдут тенистыми садами Сердца, что пали в тех песках сухих. Субтитры создавал DimaTorzok